Домашние дела С чего начать спасаться? Охватывает паника меня в начале дня. За грязную посуду я взялась. Постепенно в себя я прихожу. И вот я говорю почти спокойно. Дела не переделаешь, так что ж, их нужно просто делать, делать, делать и радоваться, радоваться, радоваться бесчисленным победам промежуточным, поскольку окончательной победы над ними не бывает. При жизни-то уж точно, одна лишь смерть от них освобождает. И то не факт, не видно мне отсюда. Какое счастье, грязная посуда. Какое счастье, чистая посуда. Разговор с котом. Мы с тобой синхронно заболели, кот мой дорогой. Звуки произносим еле-еле, что одна, что другой. Мы с тобой синхронно постарели, кот мой дорогой. Не нужны ни марту, ни апрелю, что одна, что другой. О, бы мы уйти обречены. Для живых на свете нет спасения. Дом наш может рухнуть от войны и от мирного землетрясения. Чуешь ли, что предстоит беда? Что она все ближе? Страхи моей глупость, ерунда. Но куда ты смотришь иногда? Равнодушно, пристально. Куда? Я там ничегошеньки не вижу. Посмотреть на нее со стороны обхохочешься. Говорит сама с собой в словах. Покупает очередную ненужную тряпку. Слушает ладонями живот бездомной кошки, набитой котятами. Вечно стонет, что много работы, а пока и не думает выбираться из буксующего стишка. Она считает, что зеркала на свете ставятся быстрее женщин. Она о новых мечтает, а еще о любви мечтает. Тайны страшные в утренних строчках на распашку тая. Посмотреть на нее со стороны обхохочешься. Но, признаться, все это я. Это было в юности, затерзали душевные трудности. Брак неуверенности в себе. Брак неуверенности в судьбе. И вдруг я луну увидела. Такую большую, такую ясную, такую крупную, такую спокойную, такую существующую. Ночная весть о том, что я просто есть. Ночная весть с небеса довсюду о том, что я просто буду. Божий дар, лунный удар. Опять приснилась нежность эта, опять препятствия смела. Она не испугалась света, она весь день со мной была. Измученная я ее прежней, задавленная жизнью той. Она теперь все безмятежней, гостит в душе моей пустой. Как будто вырвалась на волю Из пленоправды молодой. Ни страха, ни вины, ни воли, от рада, ласка и покой. Лети ко мне, спеши присниться, пронзая страны и года. Несчастная моя жар-птица, Счастливая моя беда. Показали дитям, а наутро по дороге на кухню я ощутила, жизнь моя изменилась круто, грусть тоска моя дух испустила. Вот она перемена, крупней не сыщешь. Это крошечное тельце, эти влажные глазки, глазища, Наш пришелец, наша пришелеца. Вроде тоже я, но совсем другая. Нежных чувств молодой прибор, а дорога перебегая, нарушая правила малость, я заметила за собой, что по-новому испугалась. Осторожной быть я должна, я нужна, я нужна, я нужна. Я рубку внучку на руках держала, немного весит полторы недели, головка на плече моем лежала, за окнами в деревьях птицы пели. Уснувшая ко мне прижата тельца, рекует бережно моя ключица, и вдруг я слышу, прямо в мое сердце, сердечко новое, тук-тук стучится, совпаливай, я сладко замерла, темноволосая целую темя, входи, входи, да ты уже вошла на все мое оставшееся время. Внучка учится улыбаться, у нее получается лихо, а кому она улыбнулась нынче утром, когда проснулась, вы бы видели, быстро, тихо, и при этом виду девица стала на них ужасно лукавой, словно что-то знает она, но хранить все приеде должна, тайно сделалась ей забавой, как тут бабке не удивиться, может внучка моя не забыла, что за гранью недавно было, может знала и я ранее ранее, что там есть, занимайся ли моей гранью. Помню только, что в детстве умела я в любой предмет воплотиться, а потом затвердела граница, разделила душу и тело. На земле среди звездных систем появились мы с вами, братцы, то давно, то недавно совсем. Философствует бабка, между тем, внучка учится улыбаться. Ну вот такое, несколько эротическое. Как похоже на страсть подзабытую, когда муж и жена пожилые, вместе ахают, охают, стонут, от восторга перед внученком или внучкой. Вот и я стала бабушкой, не хватает мне дедушки. На малышку смуглую глядя, вместе ахать, охать, стонать, прости меня, Господи. Тяжелеет внучка родного леса, так легки прибыльки, так сладки. Ты приедешь вот-вот, я возьму тебя за руку, поведу к небыватой кроватке. Стихотворение называется Да, прочитали об этом стихотворении. Посвящается оно Виктору Ениутину, дедушке, моей внучке и папе, одной милой, молодой женщины в этом зале. Сестре, сестре моего сына, сестре пацану. И для спояга проходили мы гурьбою, выросла, пошла с одним тобою, глядя одна, по ягодку, по внучку, еду на автобусе в холон, в райский город. Достаю из сумки авторучку, колыбельные берут меня в полон. То у нас, то в розовом, то в красном, в центре мира, на лугу матрасном, привыкаем к чуду понемногу, дом телячьей нежностью пропах, на пути обратно на всю дорогу ягодка моя стоит в глазах. Припасенная судьбой милость, новая любовь пришла, явилась. Здравствуй, ягодка, улыбчивая крошка, бабкиной души не городской, переполнена закатная лукошка, и шумят березы над рекой. Остатки женского азарта, обрывки невозможных снов, мимозы в день восьмого марта я получаю от холмов. Мой муж далекий, мой товарищ, твой дар прекрасней и грустней. Ты одиночество мне даришь, а ты меня судьбы моей. Как ремесло или науке, мы учимся с тобой разлуки, мы учимся с тобой отрыву, мы обучаемся обрыву, перед туннелем над трубой мы тренируемся с тобой. Нам шепчет на ухо судьба, разлука здешняя слаба, сквозь череду земных событий до края крайнего дойдите, своими душами измерьте всю глубину любви и смерти. Ты приехал, мы купаемся немыслимно в мертвом море под живым дождем, что если от сказочного плавания сказочно теперь нас живем, а забудем о нелепом возрасте, путь семейной ссоры настворим, молодыми, стройными, влюбленными, мы вернемся в Иерусалим. Навсегда избыв морок в тяжести, мы освободимся изнутри, можно быть могучими и нежными, поскорей на горы посмотри. Завтра облик этих гор изменится, буднично придавят их веках, солнце шпоры в них вонзит безжалостно, это будет завтра, а пока дымка на горах сквозит зеленая, мокрый свет пробился с высоты, в мертвом море плавает прижизненно, ко всему готовы я и ты. в мертвом море в мертвом море в мертвом море и любовь, и небо, и трава, прогулять уроки не выходит, вылететь из школы дважды два, я удожду очередного чуда, буду ли иная, неземная, жизнью недобитая, смешная, кто я, недоручка погода. Ты проигрываешь треском о той игру, постигая время на собственной шкуре, позабудь о счете, прикажи перу успокоиться, или клавиаторию, сколько дней туманится там, впереди, все твои, насладеясь прозрачным остатком, просыпайся, проснувшись, уходя уходи, все тебя допримет и скроет забвение река, даст Господь нечаянно вслед за упадком в полный рост погибящийся где-нибудь, а пока всякий миг проигрывает стреском эту игру, постигая время на собственной шкуре, позабудь о счете, прикажи перу успокоиться, или клавиатуре. Почему клавиатуре, вы догадываетесь, да, нынешние поэты, стишки пишут не только от руки, не только гусиным пером, а иногда и просто садятся, но на самом деле, если честно, то, как правило, все-таки зародыши стихов происходят не за компьютером, не дома, а где попало, где попало, и как попало записываются на каких-то смесу светлых бумажках, потом иногда все-таки доходят до компьютера, и все-таки живут, и растут, и получаются из них какие-то тексты. спинь. Так, ну вот я грустная еще одна стиха ранее прочитала, ничего, что у меня вообще-то есть не только грустная, на самом деле, я грустная, пишу с ухмылкой, мне даже, поэтому вы их всерьез не принимайте. У меня всегда, когда я пишу грустные стихи, я чувствую почему-то внутреннюю какую-то ухмылочку. Осенняя кошка, трехцветная кошка, но рыжего цвета, на спинке, на мордочке, больше всего. Похоже, красотка приблудная эта, на осень, грустное торжество. Все чаще проносятся в стаи, течи, и солнце палит без конца. Осенняя кошка беспечно мурлычет на сердце моем у лица. О, Господи, нет ничего противней, чем хворь, смелейший хоровод. Осенняя кошка становится зимней, когда подставляет живот. Живот белоснежен, живот безопятнен, в снегу чуть заметная тропка видна. коснуться галерия очень приятно, на сердце сжимает вина. Осенняя кошка котят не рожает, котят не предвидится, нет. Осенняя кошка меня провожает, мурлыкает жалобно в свет. Куда я, не знаю, вернусь ли, не знаю, бежит на горячем закате дня и плачет осенняя кошка смешная, из виду теряя меня. Ну а вот гораздо более весело. Как вы думаете, какие птицы в Израиле водятся? Голуби. Воробьи. Воробьи, голуби всюду есть. Нет такого места бы не было. Ну а что-нибудь поэкзотичнее? Диадлы. Диадлы. Диадлы есть. Ой, какие же они красавцы у нас. И здесь красавцы, но там божественные. Ну, Калибри. Коля, ой, я сказала, на иврите нечайно. Коля, кого честь и хвала? Калибри? Калибри. Там есть Калибри? Вот прям Калибри, прям вот у меня, прямо вот под окном, прямо вот стаили. Вот прям сейчас стихотворение прочитаю. Да. Настоящие Калибри. По будку мне поет Калибри, за ноткой выпиваю нотку, сев на оконную решетку, вставай, трудись, лихмуй, верлибри. Про будку мне поет Калибри, где я когда-то сторожила, где все про жизнь свое решила. Сквозь сон затрепетали фибры души и одеяло сбросили. Подъем и в раз я совершила подъем, и утро как вершина, и жизнь красна в разгаре осени. Мариночка, может, теперь захватит? Давай еще выбери какую-нибудь ударную картину. Замечу. Семечка. Знаете, я всегда заканчиваю одним и тем же стихотворением, и сегодня я закончу им же, тем более, что я даже и намечала его прочитать, просто забыла. Стихотворение называется «О старости грядущей». Эпиграф «Я буду честная старуха». Татьяна Бек, не выполнившая обещания. В смысле, честная она была, а старухой не стала. Старухой она не стала. Все правильно, все правильно. Стихотворение написано, когда Танечка была в полном здравии. Она слышала это стихотворение, она и понравилась. Так что попробуйте не похлопать. Шутка. Все правильно и все правильно в природе. Я принимаю жизнь и естество. О Господи, лицо мое уходит. Не удержать, не удержать его. Не удержать моей веселой кожи. На смену ей печально идет. Как на сестру я на себя похожа. Я старюсь, а сестра наоборот. Присматриваться начала старухам. Сквозь, в общем, невеселые тела иные светятся каким-то мирным духом. Стоп, кажется, я что-то поняла. Есть красота своя у старушенцев. И пусть от возраста спасения нет и спасу нет от возрастных тенденций, но есть лица неизъяснимый свет. его питает неземные выясни. Он рядышком со смертью, посмотрит, от кожи и от рожи независимый, струится потихоньку изнутри. Я помогу единственному чуду, под власть на мне единственное пройти. Я добрая старуха буду, иначе мне красавицей не быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо, Зина. Сейчас, да, сейчас мы сзаян. Спасибо. Спасибо, Зина, что ты приехала к нам, угостила нас своими сгутками. если кто-то из зала хочет что-нибудь кратко, ну, я могу рассказать, то, пожалуйста, Марк Владимирович Кабаков попросит. Мой близкий родственник. Я буквально несколько слов. Я сегодня просто счастлив, потому что я слышал новые зимние стихи, и эти стихи тронули меня до глубины души. Я бываю каждый год в Израиле, каждый год, подчеркиваю. Я заявляю совершенно ответственно, что в Израиле, где каждый четвертый житель знает русский язык, Зину знают. Зинаида Полванова известная поэтесса, и, как сейчас можно говорить, поэт, живущая в Израиле. И нам очень повезло, что она приехала к нам, и нам очень повезло, что она нас любит. счастья тебе и удачи. Евгений Рожковский. Зинечка, а как хорошо, что душа знает так много, что умеет о многом сказать в простых словах. и спасибо тебе за спасибо Макушу. Ой, дружочек, спасибо тебе. Макуша, отлично. Да, я послал, вот так. Да, любимый. Сюда, Раньше на наших советских собраниях говорили, общественную работу он ведет. Так вот, я скажу, что помимо того, что Зинаида Яковлевна пишет стихи, привозитых нам сюда, она является членом маленькой редколлегии замечательного журнала, который успешно конкурирует с теми толстыми журналами, что выходит здесь, с лучшими из них. Это Иерусалимский журнал, и группа энтузиастов, которые в Израиле издают этот журнал, они просто делают подарок для всей русско читающей литературы и просто читателей. Не знаю, как сказать. Зиночка, спасибо также и за это, кроме стихов. АПЛОДИСМЕНТЫ Иерусалимский кончились дожди, не смотри ты на меня с доверием, я тебя не выпущу, не жди. Перестань на ноги отбираться, вон счета, за телефон, за газ, денег нет тебе на операцию, быстро замолчал ты у нас. Палевая облачко, красотка, глупые глаза в прозрачный мед, зря ты, Нюська, надрываешь глотку, зря меня учишь ночи напролет, зря котов незримых зазываешь, зря катаешься на каменном полу, жизни ты, бесстыдница, не знаешь, знала бы, сидела бы в углу, загнанная, тихая такая, на людей похожая тоской. Слава Богу, Нюська не такая, Нюська не желает быть такой, не втолкану, куришь проститутки нашей сложного, все вопли о простом, борются за право быть мамашей, лижут словно раму как хвостом, это все, конечно, очень плохо, жизнь нелепа, равнодушна, зла, Нюська, ты геройская дуреха, выходи во двор, твоя взяла. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok